так темно а что поделать кто смотрит в записи мы продолжаем разговаривать времена так что оставайтесь обязательно сейчас потихонечку интересно 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 что так связь такая напишите хорошо ли вам меня видно я знаю что немножечко темно но что поделать если в два часа дня такая погода которая мягко говоря не самая солнечная я вас всех все равно приветствую кто вот эту вот таблицу помнит ставьте сердечко мы с ней продолжаем работать а это уже второй вариант таблицы я напоминаю что с удовольствием присылаю его ее до каждому в директ поэтому собственно добро пожаловать так тирерит тирерит значит чтобы получить таблицу смело напишите в директ дианы пришли таблицу я ее вам с удовольствием пришлю хорошо кто-нибудь уже мы продолжаем сейчас немножечко расскажу что мы делаем это у меня такой получился уже полноценный цикл вебинаров про времена английского языка у нас уже несколько этих вебинаров прошли в они вам доступны на странице заходите смотрите черпайте по полезное потому что там еще естественно большая часть это разные полезные упражнения вот ой 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 моя собачка туда же пришла все все пришли вот поэтому обязательно приступайте прошедшим так ребят я сейчас перейду на вот так что и на русском и вот в этот формат да на английском вы можете эти таблицы получить просто напишите в директ с удовольствием вам там их пришлю окей значит мы с вами уже хорошо разобрали времена перфекты мы с вами в прошлый раз делать фразин континьюз сегодня мы будем делать прошедшее время пас континьюз и мы будем его делать ровно так же как и в прошлый раз то есть вам не понадобятся никакие знания английского языка чтобы преуспеть вы можете абсолютно даже если вы считаете что вы с нуля вы сможете все справитесь все сделаете естественно как только у меня какое-то важное событие моя собака приходит есть корм сухой грызть у меня прям по духу можно можно кушать что же теперь с тобой сделать вот обязательно выполните упражнения у нас есть кто-нибудь сейчас в эфире кто уже прошлый раз поучаствовал и даже какие-нибудь упражнения по делу напишите мне в комментариях я прошлый раз вам дала очень простую технику определение вот этого вот процесса до в котором вы участвуете и мы с вами делали его по очень классной те истории да и дала вам задание сделать не менее 10 предложений на русском языке которые просто будут отражать то что вы делаете сейчас давайте повторим этот момент вот мы прямо сейчас и каждый из вас зафиксирует я называю это зарегистрирует да все вот все что я вам могу позвонить сейчас и спросить привет маша дарья елена и так далее что делаешь и вы мне именно это будете отвечать на вопрос что делаю что я делаю сейчас а я сейчас прямой эфир веду я сейчас к ней там что еще делаю ем слушаю я сейчас говорю я сейчас что еще что еще давайте вспомним что еще дышу я сейчас моргаю я сейчас руками вот так вот делаю я сейчас разговариваю я сейчас кто-то например посуду сейчас мой да у каждого свое вы можете работ для разогрева напишите это что сейчас делаешь что сейчас делаешь и мы с вами поняли да смотрю улыбаюсь супер вот 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 excellent да и мы с вами вставили это в наш шаблон а м инг а м сит пинг а м лав инг а м спик инг и вместо вот этого такого промежуточка вставляли то что мы сейчас делаем если я сейчас сижу а м сит инг убираюсь а м клин инг да специально отрабатывали это вот такой вот воздушные паузы мне очень важно чтобы у вас была связка откуда этот пазл берется да как он связан без правил ребята без правил это делается никакого вот загромождение никакого не объяснения раскуда соберется просто как бусы собираете в единое предложение вам не надо думать о порядке слов подлежащая сказуемо там дополнение это все лишняя информация она сбивает вам голову не всем она нужна не всем она нужна я еще раз напоминаю если вы репетитор если вам свойственно объяснять людям какую-то тему через использованием слов наречия причастие прилагательное сказуемое местоимение суффиксы аффиксы префиксы пофиксы то горите в воду потому что людям не всем это нужно подавляющему большинству взрослых людей уже не нужно знать какая часть речи называется наречием они живут прекрасно каждый день и не парятся вообще а вы пытаетесь вернуть их куда-нибудь в девятый класс или в восьмой класс заставляя сначала вспоминать что такое деепричастие только потом уже формировать мысли на английском языке это неправильно это очень занижает самооценку людей начинает казаться что они обязаны были запоминать все как правила грамматики на всю жизнь ребята вы не обязаны были запоминать правила грамматики русского языка на всю жизнь не обязаны вы пользуетесь именно потому что вам рассказали о правилах до каких-то тенденциях вы пользуетесь русским языком еще лучше чем пользовались до того как узнали какие-то из этих моментов но глобально если вы не репетитор если вы не учитель русского языка если вы не филолог не лингвист вам эти правила да не переводчик и название местоимения наречия по фикс и префикс и ни в какое место не уперлась поэтому еще раз если вы преподаватель и в вашей речи когда к вам приходит ученик и вы засираете ему мозг тем что важно вам знать то окститесь это не для всех нужная информация вот мы с вами здесь переводим в практику до знания минуя какую-то огромную ненужную на самом деле в этот момент ненужную историю с правилами я вам напоминаю кто-то мне сказать ну правило же нужно знать и еще раз это скорее ваше убеждение из детства что правило нужно знать вообще как говорил я вам приводила уже цитату прекрасного фейнмана нобелевского лауреата изобретателя творителя да ну атомной бомбы но тем не менее прекрасного квантового физика и вообще роскошной личности который имел по родному языку двойку и говорил что грамматика это всего лишь то о чем договорились люди это не природная какой-то неприродный закон поэтому почему я должен знать и и на отлично я сейчас не призываю вас быть неграмотными я призываю вас вспомнить как было в детстве вы пришли в первый класс русской школы и вы уже разговаривали на русском языке вы говорили мама я вчера поела сосиски и сегодня я тоже хочу сосиски и вы не знали что вы говорите поела в прошедшем времени а совершенного вида а хочу вы говорите в настоящем времени они совершенного вида вы этого не знали тем не менее все это говорили и только в школе ваши уже имеющиеся навыки вы уже разговаривали на русском вам упорядочили в правило с английским у вас случилось по-другому вы ни слова не говорили на английском пришли на урок свой первый английского языка и вам сразу же с первого урока стали засирать мозг правилами это глагол to be формы глагола to be в прошедшем настоящем будущем времени домашнее задание сделать упражнение три четыре семь на странице page 63 значит составите у предложения убираем ручки коллег эти словари и тетрадки доставим двойные листочки пишем диктант вот к чему сводились ваши уроки естественно это был огромный для вас стресс огромнейший и ну в вы не замечали что вы по факту полезное что-то учите английский очень полезен он нужен прям каждый день да он действительно нужен понятно где он нужен вы видите песни вы видите фильмы вы видите какую-то информацию блогеров да это все на английском вы прям понимаете блин реально английский нужен но из-за того что возник вот этот зажим внутренний что ёптить там целый список правил там вообще какая-то сплошные диктанты тесты какие-то наречия я ничего не понимаю вы вообще у вас не было ни одного шанса то есть все с вами в порядке у вас не было ни единого шанса в таких условиях свободным английским владеть понимаете ни единого шанса потому что вы больше думали не о его пользе вы больше думали о тесте контрольные экзамены понимаете а русский вы знаю вы совсем проигнорировали тот факт что как вы можете испытывать сложности с английским если у вас русский свободный вы русский выучили вы с русским языком не родились и русский язык вы знаете не потому что вам сделали переливание крови крови славянина понимаете вы его приобрели родились было во франции вы бы разговаривали на французском родились бы вы в монголии на монгольском родились бы вы в поле вы бы ни на каком языке не разговаривали язык это не дар ну не какой-то ген это всего лишь приобретя приобретаемый навык поэтому заблуждение что с какого-то возраста нет вот нет предрасположенности к способности к языкам и так далее это глупости абсолютные абсолютные понимаете если вы были состоянии выучить русский любой другой язык и уж тем более английский который там в тысячу раз легче русского естественно вы освоите естественно окей значит мы с вами прямо сейчас заметьте как немногие что немногие выполнили упражнение которое я сказала потрясающе человеку говоришь чувак ты можешь либо 10 лет учить и не выучить либо сейчас одну минуту подождем к минуту там 10 секунд потрать выполни упражнения до выполни прям напиши мне сейчас процесс который ты сейчас делаешь и ты меньше чем через час будешь по факту владеть временем целым из 12 по на секундочку в английском и только один-два человека написали этот комментарии до выгрузили что они все остальные проигнорировали ну что ж вот такая правда то есть вот такая статистика ребята вы не знаете английский не потому что английский сложный а потому что вам мои хорошие иногда жопку свою с дивана поднять сложно чтобы получить конкретный результат в моменте здесь и сейчас значит я повторяю если вы очень умные да если вы уже эту тему знаете не нужно здесь я не говорю я не просила писать мне на английском если вам эта тема знакома зачем вы это делаете понимаете если вы знаете но это очень странно то есть вы умеете готовить яичницу но пришли на курсы про подготовки яичницы это первое то что я могу сделать первый вывод когда мне человек пишет сразу зачем-то на английском правильно если вы знаете вам здесь делать нечего выходить из этого эфира затем кира а и watch tv это неправильно но вы у вас не было такой задачи это написать я попросила и она поставила вам я вам сейчас всем показываю почему вы не знаете английский вот по этим причинам вот которые в сейчас комментариях у вас вы не внимательны я даже делать вид не буду что вы внимательно вы не внимательны к мелочам которые на самом деле являются ключом я как психолог дипломированный хочу вам предложить в своей обычной жизни а это же не только с английским это но не только в изучении английского скорее всего проявляется попробуйте отследить где еще вы слушаете жопой потому что вам дают уже пять раз я повторила напишите на русск кто не знает поучаствуйте в упражнение тот кто не знает напишите на русском что вы сейчас делаете двое написали 1 пишет а его 4 другая писаем очень телу вот think tv как бы ребята ну вы действительно у меня диагноз для вас есть вы слушаете жопой не только в английском где еще вы слушаете жопой вот если возьмите какую-то сферу где вы чего-то нет не можете все никак получить доход повысить работу сменить похудеть я не знаю отношения классные наладить у меня есть для вас спойлер вы можете даже не рассказывать мне какие-то нюансы своих историй вы скорее всего в этой сфере просто слушаете жопой вы не внимательны к деталям упускаете какие-то очень важные детали хотя они лежат на поверхность то есть вам приходит человек и говорит вот они возьми на возьми скорее применим такие нет это слишком просто у меня путь самурая у меня путь самурая да у самурая нет цели у самурая только путь и я иду в этом направлении 20 лет я бродил по пустыне чтобы побродить еще 25 аминь сестра аминь так вот меня собака тоже согласна окей значит хорошо но не хотите слушать не надо в конце концов в конце концов это у вас впереди еще восемь лет изучения элементарнейшего времени до могли бы научиться готовить яичницу через десять минут но научите 2018 году ну как кому комфортно поэтому я продолжу для тех одного или двух людей все остальные выходите я продолжу для тех кто задолбался не понимать какие-то элементарные не знаю интервью какой-нибудь кардашьян так у меня дома есть шерстяная сигнализация вы ее только что слышали окей значит теперь смотрите запишите себе один очень простой вопрос что я делала вчера что я делала вчера или что я делал вчера отвечая на этот вопрос вы будете закрывать еще одно время английского языка всего лишь один вопрос без правил без зубрежки ребят я напоминаю что эти таблицы я с удовольствием пришлю вам в директ напишите мне или в комментарии или в директ диана пришли таблицы из эфира и я пришлю вам таблицы в хорошем качестве не с ним не страдаете не надо сделать скриншоты в плохом качестве просто напишите мне в директ все пришли у меня две вот это вот на русском языке и вот это вот на английском и к ней чуть попозже подключимся и так мы разбираемся с паскантинез вот что я вчера делала если у вас подгружается я вчера съела борщ и купила платье да то вы не внимательно слушаете я не спросила что вы сделали вчера я спрашивала вас что вы делали вчера если бы я спросила что вы вчера я сделали я купила платье сделала сделала Я вчера познакомилась с человеком, сделала, сделала, познакомилась. Я вчера открыла дверь, открыла окно, помыла кухню, сделала, сделала. А вам надо, что я делала вчера. И по-русски это все будет звучать. Вот смотрим, смотрим на вторую ячейку в первой строке. Друзья, я дразнил Поттера, дразнил, да, я дразнил Поттера. Сейчас я вам, я специально записала так, как записала, сохранила именно так. Будем сейчас кое-что делать. Если бы то же самое, вы бы, вот то, что я сейчас вам перечислила, да, я вчера открыла дверь, съела борщ, помыла кухню. А теперь, если бы я это вчера делала, то вы бы сказали, я ела борщ, а не съела. Я не помыла кухню, а я мыла кухню. Я не открыла дверь. Что я делала? Я открывала дверь. А теперь посмотрите на первую строку в первый и во второй квадратик. Там закралась специально одинаковость. Я дразнил Поттера вчера, и я дразнил Поттера. Никакой разницы. Как будто бы. И там дразнил, и там дразнил. Потому что есть ошибка. Где-то, либо в первом, либо во втором, должно быть написано по-другому. Теперь мы с вами знаем, что past continuous, это вот как раз вторая ячейка первой строки. Что я делал вчера? Я дразнил Поттера. Супер! А теперь я включу комментарии, и вы напишите мне, как должно было бы тогда звучать то, что стоит в первой ячейке первой строки. Потому что там вопрос, что я сделал вчера. Итак, я включаю комментарии. Давайте, самые внимательные. Самые-самые-самые внимательные. Если во второй, правильно, что я вчера делал. Я дразнил Поттера. Супер! Что я вчера сделал? Так, подразнил. Умницы! 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 Я подразнил Поттера вчера. Подразнил. Умницы! 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 Сразу видите, кто невнимательно слушает? Сами вы все видите. Умницы! Правильно! Молодцы! А теперь смотрите, в чем суть нативного метода. Внимание, ребята! У меня для вас очень крутая новость. Нативный метод – это когда я вам под предлогом, под предлогом одного времени, Past Continuous, на самом деле объяснила два. Past Simple мы тоже с вами сейчас поняли. То есть, Past Continuous – это все, что я делала вчера. А Past Simple – это все, что я сделала вчера. Обратите внимание, что не надо ориентироваться только на это слово «вчера». Понимаете? Потому что вы можете хотеть сказать разное. Да, может быть, семантически, синтаксически, орфографически, грамматически – это не очень корректно. Ну, вот кто-то пишет, наоборот, запутали такими объяснениями. Вы знаете, запутать – ну, просто я вас запутала. Значит, вы просто не понимаете. Поверьте, сейчас куча людей напишет, что они поняли. Ну, до вас просто дойдет не с первого раза. Поэтому именно для таких, как вы, я сохраню этот эфир, и вы послушайте его еще раз. Может быть, до вас вообще не доходит простой способ. Все прекрасно, для вас существует куча учебников, где написан целый список правил. Сходите, выучите их, используйте. Я не 100 долларов, да, ну, кто не хочет, тот не берет, как говорится. Да, невозможно, 40 человек могут привезти коньяк к водопою, но не могут заставить его напиться. Да, ну, вот, что сделать. Вот и все. То есть, не нужно цепляться за слова. Когда говорят, ой, если в предложении есть слова, usually, always, often, это present simple. Это не так, потому что может звучать и в прошедшем времени. В любом времени могут звучать слова. Понимаете, в конце концов, есть в речевых оборотах, есть ошибки временные. И вы их используете каждый день, и вы не паритесь за них. В английском то же самое. Все, что нужно понимать, это... На какой вопрос отвечает? То есть, мы сейчас с вами разграничили еще два времени. Значит, давайте попробуем. Еще раз. Я вчера... Что я вчера делала? Я вчера убирала кухню. Я вчера гуляла. Я вчера покупала платье. Я вчера... Что еще? Смотрела фильм. Я вчера знакомилась с новыми людьми. Я вчера выбирала мебель в комнату. То есть, да, может быть, большое количество слов после вот этого всего, да. Но вот это ядро, оно всегда, всегда остается. А теперь мы с вами еще круче сделаем. Так. Я быстро переключаю. Мы с вами снова смотрим на второй квадратик в первой строке. Теперь, все, что я делала вчера? Я вчера убирала комнату. Все, работаем по схеме пазл. I was... Просто фигачим. I was cleaning. I was reading. Я читала вчера. Я вчера гуляла. I was walking. Я обязательно рекомендую вам. Первое. Устно это все говорить. Устно. Ваша зона брака в головном мозге не дремлет. Она ждет, когда вы зафиксируете сказанным. Почему вы не говорите, когда говорят, я вот все, ну, там, многое на английском понимаю, но не говорю. Потому что репетитор любой, и репетиторы, здесь я вас поддерживаю, могут объяснить вам идеально. Я вам объясняю очень просто доступно. Обратите внимание, мы ни одного правила сейчас с вами не озвучили. Никаких вообще предложений, зубрежки нет. Да? Но вы, только вы можете разжать челюсть и сказать это вслух. Репетитор не может разжать вашу челюсть, не может заставить вас говорить. Только вы можете это сделать. Поэтому, как говорится, начинается с малого. Скажете одно, два, три слова, все дальше пойдет. Обязательно проговаривайте это вслух. И на русском тоже. Да? То есть вы на русском говорите то же самое. Вот как мы сейчас с вами. Я вчера чистила ботинки. Потому что ваша голова должна слышать, что это за предложения такие. Понимаете? То, что вы в итоге говорите сейчас, то, что я сейчас говорю, то, что вы говорите на русском, не задумываясь. Мы же, когда с вами, вот я сейчас говорю, я же уже не задумываюсь над словами. Почему я не задумываюсь над словами? Потому что в свое время я их тысячу раз уже повторила. В английском то же самое. Не хватает пяти примеров. Не хватает трех примеров. Это мало. Нужно десятки раз повторить, чтобы у вас вылетало изо рта, из головы сказанное. И вы не будете задумываться над временем. Но, чтобы не задумываться над тем, какое время сказать, нужно сначала пятьдесят раз это сказать. Хотя бы. Понимаете? Всего лишь. Всего лишь. Пятьдесят раз сказать одну фразу, например. Или пятьдесят раз сказать пятьдесят разных фраз. Это даже меньше, например, по две секунды, по три секунды на одну фразу. Ну, хорошо, по пять секунд на одну фразу. Сколько это? Пять секунд на одну фразу, пятьдесят фраз, двести пятьдесят секунд. Это меньше пяти минут. Вы понимаете? А вы по десять лет не можете это перевести в навык. А это вопрос минут. Минут. Поэтому давайте выберем, что вы вчера делали. I was. И следующее. Первое, я вам сказала. Говорить вслух. Второе. Соблюдайте мою механику речь. Я вам даю работающий инструмент. Не говорите, I was reading. I was sitting. I was cooking. Но-но-но-но-но-но. Вы как пазл. Вы показываете голове, где какие куски. Вы говорите, I was reading. Вот соблюдайте эти паузы, которые я делаю устно. I was sitting. I was cooking. I was walking. Вы обязательно, обязательно ускоритесь. Обязательно. Но для начала нужно сделать на этой скорости приятной. Вы даже не заметите, как вы ускоритесь. Но таким образом вы впечатываете. Почему люди говорят, you know, I've lost my keys. Не потому, что, ой, блин, это present perfect, потому что я потеряла ключи. У меня есть результат в настоящем времени. Ключи потеряны. Эту всю херню в голове, эта херня не проскакивает. В момент, когда человек говорит, I've lost my keys, у него в голове нету вот этого всего, что я сейчас вам описала. Он просто уже сто раз сказал похожие предложения. В слух он их сказал в разговоре. Первые 30 раз он ошибся. Потом он сто раз сказал правильно. И его голова автоматически распознает похожие примеры и просто уже знает, как говорить. Это и есть навык разговора. Понимаете? Не количество письменных упражнений, не количество переведенных текстов, не количество статей и ответов на вопросы по этим статьям. Только произнесение вслух всего того, что вы пишете несколько раз. И обратите внимание, третье, третье, что мы делаем, репетиторы, я знаю, что вы смотрите. Не тексты и не тесты из учебников. Только примеры про себя, реальные, будут вам запоминаться. Вы хотите, вы просто вам болт хочется положить на все, что написано в учебнике. Это вас не касается. В учебнике написаны какие-то нереальные тексты. Нереальные примеры. Джек поехал на рынок. Вы не знаете никакого Джека. Для вас это не имеет никакой эмоциональной связки, окраски. Вообще вам начхать. Поэтому вы технически выполнить можете, но встанете и забудете. Моя собака согласна. Она разговаривает на чистом празднике. Гапа, ну-ка, фу. Все. Иди, тушуйся одна. Закрыты дверью. Вот, поэтому, мои хорошие, это же классная новость. Это же очень классная новость. На этих трех китах будет держаться любое время. Потому что использовать времена английского, это не владеть правилами. Это просто говорить эти конструкции, они одинаковые. Представляете, нет никаких исключений. Вы просто I was doing. I was reading. Все. Больше ничего нет. Вот так и учатся времена. Если вы думаете, что вы остановите любого американца на улице, ты такой, объясни-ка мне паст перфект континьюс. Он такой, конечно, слушай сюда. Это есть 10 правил. Он вам скажет, паст перфект кого? Понимаете? Помните, как в Дэдпул? Кого? Вашу мамашу? Он не знает, он просто использует. Или я вам сейчас говорю, слушайте, объясни-ка мне депричастный оборот. Выделение запятых или там какое-нибудь, я не знаю, сложносоставное предложение. Ты скажешь, ну я знаю, что они существуют. Но как бы, слушай, объяснить тебе прям уж по гугле. Но вы же каждый день их используете. Не помня этих правил, но вы используете их. Вот мы сейчас сделаем. Это называется нативный метод. Только нативный метод может позволить быстро взять материал. Понимаете? Быстро. Другие методы тоже работают. Ребята, работают. Российская система образования работает. Репетиторы работают. Все, капец, работает. Меня часто обвиняют в том, что я тут засаживаю тружеников российской школы, педагогов, зоопочетных деятелей образования и репетиторов. Ребята, вы все, все, вообще супер огонь. Все у вас работает. Просто дольше лет на 8. В лучшем случае. В лучшем случае. И дороже тысяч на, ну, блядь, 100. Ну, я не знаю. Если вы помните, кто у меня тут 2 года назад был, 2 года назад, даже чуть больше, я делала опрос, сколько вы потратили за всю жизнь на обучение английского языка? Вы помните, что нам там писали по 400 тысяч? Понимаете? А получается, вам в школе объясняли так, что вы своим детям это объяснить уже тоже не можете. То, как я вам сейчас объяснила, вы сможете взять это и пойти сказать своему сыну. Вы помните этот анекдот, когда учительница математики, типа, заходит учитель географии в класс, а там идет урок математики, и математичка орет на ученицу, да сколько будет 0,5 плюс 0,5? Она не знает. И учитель географии говорит, слушай, сколько будет 0,5 плюс 0,5 литра? Она такая, литр. Вот так это и работает. То есть, понятным, простым, адаптивным языком мы с вами общаемся уже 40 минут, и я ни разу вам не сказала, ни про части речи, я не говорю вам, мы ставим герундий, герундий мы ставим на, в окончание глагола, мы прибавляем герундий к глаголу. Я вам это не говорила. Я вам не говорила, после местоимения мы ставим форму глагола to be в прошедшем времени соответствующая форме самого местоимения. Нет. Если вам это очень нужно будет, вы уже владея этим временем пойдете и выучите, как это все называется, как вы и делали с русским языком. Понимаете? Вот вы так все и сделаете. Если вам это нужно будет, потому что, скорее всего, вам это не нужно будет. Окей. Значит, я еще раз напоминаю, что все эти таблицы с удовольствием я пришлю вам в директ. Напишите мне или в комментариях, или в директ, Диана, скинь таблицы. Я вам скину таблицы. Что такое? Значит, мы с вами определились, что это называется нативный метод. Native. Кстати, вы знаете, что слово ерунда образовалось от слова герундий, потому что, когда люди учили латинские языки, латинские языки, в русском языке аналога герундию не было. Ну, ведь сейчас нет. Условно, условно. Скажем, условно нет. Ребята, в директ или в комментарии, в комментарии к посту, не к прямому эфиру. В пост, либо в пост, либо в директ. Напишите мне, пришлите таблицы, я вам пришлю таблицы. Ну, просто я из прямого эфира это сделать не могу. И люди настолько не понимали, что это, блядь, за герундий такой, что они называли слово ерунда произошло от слова герундий. Представьте, насколько это повлияло на людей, что аж целое слово придумали. Вот. Нативный метод, это единственный метод, по которому я вижу успешное изучение любого языка. Я сама осваиваю языки по этому методу, и вас я учу исключительно нативному методу. Все мои курсы исключительно основаны на нативном методе. Без занудных правил, без зубрежки, без бесконечных каких-то скучных тем. Или, знаете, мне тоже очень нравится, когда репетиторы тоже к вам вопрос. Если вы считаете, что у вас творческий подход, и ваш творческий подход за 1800 рублей в час, например, заключается в том, что вы просто ксерите или распечатываете из каких-то англоязычных учебников тексты и статьи, это не творческий подход. Это просто, блин, более дорогой вариант бесплатного школьного образования. Вы по факту никакого новаторства в этом не делаете. То есть, вот это мне тоже очень нравится, что типа, ну, вот в школе обсуждают семь чудес света, а я на своих платных занятиях обсуждаю статистику социологических опросов, не знаю, какая-то тоже занудятина, тоже не очень нужная. Поэтому у меня вот творческий подход. Это не так, это не творческий подход, это абсолютно то же самое, просто за деньги. Вот, что такое творческий подход? Вот творческий подход, это, например, использовать инструменты облегчающие и которые отличаются от того, что делают и что делали с вами. Никаких к вам претензий, вас так учили, вы так же продолжаете учить, да? Вот, но просто если вы это не осознаете, то, ну, это нужно осознать, в этом нужно себе признаться. Почему меня некоторые репетиторы не любят? Потому что им я вынуждаю увидеть эту правду, что они делают, очень долго, то, что можно сделать быстро. Потому что их туда гонит страх, что все ученики резко пропадут. Ребята, у вас всегда хватит учеников, поверьте, выдохните. Из-за того, что вы планируете кого-то обучать год, а если бы вы честно понимали, что, блин, я до этого же уровня могу его довести за два месяца, да? Не бойтесь, что у вас закончатся ученики. Ну, не бойтесь. Вы из-за того, что боитесь потерять, блин, свою работу, вам нужно, как бы, ну, вам хочется подморочиться, и, ну, короче, больше геморроидс вам хочется. Вот. Так что, дорогие, учитывайте это, да, я, естественно, вас приглашаю, я очень демпингую, у меня сейчас годовой курс стоит 10 тысяч рублей, ну, это для вас он стоит 10 тысяч рублей, я за него получаю больше, потому что это стипендиальная программа, да, мы, моя онлайн-школа, это абсолютно, абсолютно легальная компания, которая уже 4 года на рынке, онлайн-образование находится, мы предоставляем стипендиальную программу, да, мы действуем, я вообще думаю, что мы единственная онлайн-школа, которая действует по спонсорскому договору, то есть наш крупный спонсор оплачивает подопечным большую часть стоимости обучения, наши ученики оплачивают 10 тысяч рублей, оставшуюся часть вносит спонсор, вам не нужно собирать никакие договоры, никакие документы, справки, все это делаем мы сами и отчитываемся перед спонсором, более того, даже на эти 10 тысяч рублей наш партнер Тинькофф Банк предоставляет рассрочку, беспроцентную рассрочку, даже по этой рассрочке я тоже беру на себя расходы. ну, годовой курс за 10 тысяч, курс для детей у меня сейчас стоит 6, ну, на секундочку, да, то есть, это не за одно занятие, не за два занятия, а это несколько месяцев доступа к урокам, материалам по нативному методу, по тому методу, по которому я сейчас с вами провела эфир, то есть, даже если вы сейчас не знали ни одну букву, то обладая вот этой записью этого эфира и словарем, вы можете просто прямо сейчас начать разговаривать на английском языке, понимаете, вам не нужно сначала долго учить алфавит, а потом долго учить что-то, а потом долго учить, и только потом вы станете очень достойным джедаем для того, чтобы произнести свои первые слова на английском, ну нет, это не путь джедая, вот, так что, естественно, я вас приглашаю учиться, вот если вам откликается мой язык, если вам откликается мой подход, я очень рада именно обучать, да, именно единомышленников, кому понятен и близок мой язык, я не училка у доски, я не репетитор с распечатанными статьями, я не использую чужую методику, я использую только свою методику, ее же я и планирую патентовать, да, это называется струнная методика изучения языков, в магистратуре по психологии я сейчас обучаюсь исключительно только ради написания этой магистрской диссертации по этой методике, она основана на методах психологии, да, исключительно, чтобы это было научным обоснованием для получения патента, это не был, это не супер быстрый естественно процесс, вот, но он важен, потому что меня не будет, а методика останется, и я ежедневно получаю отзывы от репетиторов, совершенно спокойно репетиторы участвуют в моих курсах, они естественно участвуют в курсах, чтобы, потому что эта методика лежит на поверхности, инструменты, методики лежат тоже на поверхности, они принимают вот эти инструменты и используют их в своих классах, я естественно об этом очень рада слышать, не потому что я такая классная, а мне просто приятно, что людей ведут по более короткому пути, ну, я тоже, конечно, классная, вот, но мне бы хотелось, чтобы меня вели честно, по короткому пути, да, они говорили, что, ой, ну, это на пару лет, ну, это лет 8, я не хочу так, и если вы действительно посмотрите, сколько вы времени и денег тратите там на курсы и на репетиторов, это просто треть заработка чаще всего получается, ребят, да, скриншоты таблицы делать не надо, еще раз, напишите в директ мне сообщение, Диана, пришли таблицы, я вам в хорошем качестве обе таблицы пришлю, вам не нужно будет смотреть там на эти комментарии, на мою фотографию, в хорошем качестве, там еще бонус будет, просто напишите в директ, вот, естественно, я сохраняю этот материал, пользуйтесь, пересматривайте, вот, и доносите, делайте репосты, отправляйте своим детям, отправляйте своим друзьям, так просто, это им еще не объясняли, это 100%, если бы я за 4 года, если бы мои курсы не прошло уже 100 тысяч человек, больше уже, скорее всего, да, в ноябре уже больше, я бы не могла это утверждать, я не нравлюсь всем, потому что, как вы видите, я человек прямолинейный, ну, и, собственно, это и позволяет мне с такой большой скоростью, интересом вас проводить по этому пути, вот, даже пишут, что учительница в школе это покажет, ну, не факт, что она воспримет это радостно, да, потому что не очень комфортно, но учительница, дорогая учительница, если вы это смотрите, это не для того, чтобы вас обидеть, оскорбить, или как-то отрицать ваши преподавательские способности, но преподавательские способности, это не то же самое, что владение методикой, вы работаете с людьми, с душами живых людей, и если ваш преподавательский долг провести их комфортной, щадящей их психику, быстрой и качественной дорогой, это ваш долг, если вы со мной не согласны, вы имеете тоже на это право, но вот мне такое право слово в своем пространстве, я сама себе дала, естественно, запись этого эфира я сохраню с удовольствием, не ищите в этом какую-то неистовую науку, ее здесь нет, это создано для того, что, ну, есть наука психологии, я имею в виду, нет никакой математики, геометрии и так далее, это создано исключительно для того, чтобы вы пользовались языком английским, а не бесконечно учили его. Большое вам спасибо за проведенное время, кто только присоединился, я напоминаю, да, что вот эти таблицы, я с удовольствием пришлю вам в директ, напишите мне, естественно, буду рада вашим комментариям, отзывам, пишите, как у вас все легко получается, потому что чаще всего вы пишите мне в директ, конечно, будет интересно и другим почитать ваши отзывы, поэтому оставляйте их в комментариях, поэтому большое вам спасибо за вложенное сегодня вами время в свой английский, за его улучшение, это очевидно, большое спасибо за то, что вы мне доверили это время, которое выделили на свой английский, судя по тому, сколько уже пришло уведомление мне в директ, расскажи про курс, запиши на курс, мы со многими встретимся и на курсе тоже, на том самом годовом за 10 тысяч, все, все вообще без проблем, ох, не хочу с вами расставаться, но совсем скоро встретимся, обещаю, вот, так что до встречи, успехов вам больших-больших и хорошего дня, всем счастливо, все приятное читаю, спасибо большое, всем счастливо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok